Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 45-46. Под хорошей жемчужиной святитель Иоанн Златоуст понимал проповедь о спасении. Блаженный Иероним Стридонский – закон и пророков, именуя между тем самой драгоценной жемчужиной познание о Спасителе. Неоднозначны также в истолковании святых отцов иные образы притчи. Так, по мысли Исидора Пелусиота, купец, отдавший за бисер все, что имеет, это новый господень народ, пренебрегший достоянием и богослужением отеческим, и взыскующий Господа славы. В то время как блаженный Феофилак Болгарский видел в купцах тех, которые в волнах моря настоящей жизни ищут приобрести какое-либо знание. Хотя ничто земное не сравнится по цене с тем, что уготовал Бог любящим его, Христос выражает это иносказательно, употребляя для притчи образ жемчуга – камня, великую драгоценность которого представляли себе и простые люди. В наше время жемчуг уже не так ценится, как в древности. Люди научились его выращивать на фермах. Но во времена Иисуса Христа, по всему югу Евразии, от Римской империи до Китая и Японских островов, этот камень был в числе особо драгоценных. Именно он демонстрировал зажиточность и статус владельца, наравне с пурпурными одеяниями и носилками. Одно из постановлений Юлия Цезаря, ограничивающая роскошь, предписывал носить жемчуга только определенному кругу лиц и только в особые дни. Особый статус имели купцы-маргаритарии, то есть жемчужники, и в Риме для них существовала особая постройка – портикус-маргаритария. Модницы любили украшать себя жемчужными ожерельями и сериками. Этот обычай отражен и в Первом послании к Тимофею, глава 2, стих 9, где апостол Павел предостерегает от подобных тщеславных украшений. В античности жемчуг добывали в трех основных местах – в Моннарском заливе, то есть между полуостровом Индостан и островом Тапрабана или Шри-Ланкой, а также в Персидском заливе, но более всего в Красном море, откуда его легко было доставить в остальные места Римской империи. Истории о странствовании купцов, ищущих лучших жемчужин, были хорошо известны в народе, ложились в основу сюжета сказок. Поэтому и Христос избрал это подобие, как понятное и богачу, и простолюдину, и предложил им Царство Небесное, большее любой жемчужины, за которой охотились бы цари и императоры. Заметим, в отличие от предыдущей притчи, здесь Царство Небесное обретает не тот, кто случайно узнал о нем, а тот, кто искал благ целенаправленно. Любой слушатель мог бы понять, что ради Царствия Божия и благ его, ради единственной жемчужины, самого Бога, стоит пожертвовать всем, что кажется благом этого мира. Книжник, наученный Царству Небесному, мог бы при этом вспомнить книгу Иова, главу 28, в которой с драгоценными камнями сравнивается премудрость. Рудокопы изрывают землю шахтами, чтобы с опасностью для жизни добывать золото и сапфир. Но премудрость еще дороже. Не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра. Книга Иова, глава 28, стих 15. Как ее добыть? Ее место знает сам Господь, и Он же и открыл человеку пути премудрости, сказав «Страх Господень, есть истинная премудрость, и удаление от зла, разум». Итак, в Царство Небесное войдет только наученный премудрости от Всевышнего и действующий по ее велениям, и Он обретет радость благодатного общения с ипостасной премудростью, Сыном Божиим. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео.